МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каким будет бюджет Неницкого округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов? И удастся ли в ближайшие годы округу уйти от сырьевой зависимости? Об этом и не только рассказал губернатор Неницкого округа Игорь Кошин в ходе прямой линии, которая прошла в эфире радиостанции Наринмар-ФМ. Кроме того, жители округа интересовали вопросы, связанные с благоустройством некоторых улиц города, субсидированием авиаперевозок, тарифами на коммуналку и многое другое. Мария Владимирова остановится на самых значимых моментах прямой линии. Неницкий округ, несмотря на все экономические сложности, идет по пути развития. Отчасти на это нацелено трехлетнее планирование бюджета региона. Администрация округа уже внесла главный финансовый документ на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в собрании депутатов. Возвращение к трехлетнему планированию бюджета вызвано тем, что экономическая ситуация в стране начала выравниваться, и появилась возможность вернуться к среднесрочному планированию. Бюджет очень сложный. Бюджет очень сложный. Практически по всем главным распределительным бюджетным средствам идет снижение. Что касается приоритетов, то приоритеты очень простые. Образование, здравоохранение, культура, спорт. То есть, по сути, у нас получается бюджет в чистом виде социальный. Расходы в проекте бюджета Ненецкого округа на 2017 год запланированы на уровне 12,5 миллиардов рублей. Из них львиная доля будет направлена на образование, культуру и спорт – порядка 4 миллиардов рублей. 3,6 миллиарда на здравоохранение и социальную поддержку. Расходная часть региональной казны напрямую зависит от поступающих доходов. Она состоит из трех основных источников. Один из них – составляющий более трети всех доходов налог на имущество. Далее – доходы от Харьягинского СРП и поступления отчасти федеральных налогов и сборов. Что касается Харьяги, изначальная смета затрат, которая была утверждена на 2016 год, составила порядка 400 миллионов долларов. Первоначальная схема. Далее, в процессе работы она была уменьшена до 317 миллионов долларов. И была рекомендация, которая по предложению низкоавтономного округа, о дальнейшем снижении до 280. Сейчас есть предложение на объединенный комитет о том, что смету затрат на 2016 год утвердить в размере 302 миллионов рублей. Но вот еще смотрят наши специалисты. И мы еще будем готовить свои предложения по снижению. Новый оператор уже готовит среднесрочное планирование. И плюс переход на российских подрядчиков, плюс переход на расчеты в рубль. Удается оптимизировать смету до 250-260 миллионов долларов. В первой проектировке уже есть. И в этом случае это нам позволит при среднегодовых ценах за 50 долларов, это нам позволит себя чувствовать более или менее спокойно. Перспективы есть и по налогу на имущество. Те инвестиции, которые сегодня вкладывает округ, позволяют с уверенностью строить планы на среднесрочную перспективу. На сегодняшний день инвестиции по сравнению с прошлым годом доходят до 110 миллиардов рублей. Средства колоссальные, поэтому администрация округа проводит работу, нацеленную на то, чтобы вложенные инвестиции работали на жителей Ненецкого округа. Получается, мы имеем огромные инвестиции в территорию округа, но ни компании, зарегистрированные на территории округа, ни наши местные структуры, ни жители округа практически не работают ни в нефтянке, ни в компаниях, которые являются подрядчиками, субподрядчиками этих компаний. Компания «Нидропольский». За исключением, допустим, нашего же авиатряда. Это яркий пример, когда те инвестиции, которые идут в тундру, они частично осваиваются нашим авиатрядом, что позволяет ему совершенно спокойно предприятию не просто развиваться, но ещё и совместно с округом обновлять парк воздушных судов. Потому что вы прекрасно понимаете, те перевозки, которые осуществляет наш авиатряд на внутреннем рынке, они для него нулевые практически, а все заработки и доходная часть непосредственно с компанией «Нидропольский». Уйти полностью от сырьевой зависимости Ненецкий округ не может, но отчасти компенсировать хотя бы малую часть выпадающих доходов может малый и средний бизнес. Для его развития в настоящий момент делается многое. Понятно, что мы целиком и полностью никогда не заместим доходы окружного бюджета доходами от предпринимательской деятельности. Но ту задачу, которую я сегодня оставлю своей команде, это решение как минимум и движение в двух направлениях. Это увеличение количества активного предпринимательского класса, потому что у нас есть очень много ещё ниш невостребованных. И частичное, но решение проблем с той же безработицей. И в этом направлении есть уже определённые успехи. Задача номер один. Как можно больше создать на территории нашего округа производственной деятельности. Пусть тот же помидор, выращенный в нашей теплице, по стоимости будет точно такой же, как и привезённый помидор. Но в привезённом помидоре, в его стоимости заложен труд человека, живущего не в округе, а произведённого на территории округа заложен труд, оплата труда человека, который проживает в округе. Нейнский округ сегодня сталкивается с вызовами. Это снижение доходной части бюджета, а как следствие и расходов. Но несмотря на сложную экономику, отметил Игорь Кожин, Нейнский округ будет вкладывать средства в экономику и социалку, создавать производственные рабочие места. Успех наш зависит, сможем ли мы в этих новых экономических условиях, в этих новых водных, не просто выжить, но и адаптироваться. А здесь я просто призываю всех, есть идеи, есть предложения, я открыт. Давайте, пожалуйста, конкретные предложения. Что вы считаете? Как необходимо что сделать? Потому что всё в наших руках. Вернёмся к теме бюджета Неницкого округа. Напомню, проект закона о бюджете, представляющий собой 4 объёмные папки с документами, во вторник был передан в Собрание депутатов. Бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов будет сложным. Ожидается существенное снижение расходов и доходов. Такой прогноз на заседание администрации озвучила руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Так, в 2017 году расходы уменьшаются на 4 миллиарда 600 миллионов рублей, доходы на 2 миллиарда 900 миллионов. Расходы окружной казны определены с учётом доходной части. В 2017 году расходы планируются на уровне 12 миллиардов 900 миллионов рублей. В 2018 и в 2019 годах снижение продолжится. 11 миллиардов 400 миллионов и 11 миллиардов 200 тысяч соответственно. Доходы бюджета в 2017 году прогнозируются в объёме 12 миллиардов 500 тысяч рублей. В 2018 и 2019 годах они составят 11 миллиардов 400 миллионов рублей и 11 миллиардов 200 тысяч рублей соответственно. Снижается в следующем году и дефицит бюджета с 2,3 миллиарда до почти 804 миллионов рублей. Таким образом он составит 6,8% от доходов. Это позволит снизить налоговую нагрузку и выполнить нормативы по обслуживанию долга, установленные Минфином. Размер государственного долга на протяжении трёх лет составит 4 миллиарда 100 миллионов. По словам Татьяны Лагвиненко, несмотря на сложные экономические реалии, бюджет останется социально направленным. В приоритетах бюджетной политики останутся здравоохранение, социальная политика, образование, культура и спорт. Сохрани социальную поддержку детей, пенсионеров и нуждающихся в жилье. Формирование бюджета на 2017 и следующие за ним два года идёт с сохранением основных социальных гарантий. Такое решение принял глава региона Игорь Кошин. На заседании администрации губернатор заявил, что необходимо взвешенно подходить к каждой мере соцподдержки. В этом вопросе нельзя рубить с плеча. Здесь требуется тщательное экономическое обоснование каждого решения. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения предложил приостановить ряд социальных выплат. Соответствующие предложения руководитель ведомства Нина Эль Семяшкина озвучила на заседании администрации округа. Предлагается приостановить индексацию социальных льгот и выплат, в том числе окружного материнского капитала. Предлагается приостановить достаточно окружную пенсию работникам образования. Выполнение единовременного выходного пособия при работниках в бюджетной сфере. Вопросы, касающиеся предоставления предоставления предоставленного взноса при жилищном строительстве. И это только часть предложенных департаментом мер по экономии бюджета в 2017 году. Между тем, когда документ только начали верстать, губернатор округа заявил, бюджет остается социально направленным. Поэтому глава региона Игорь Кошин запретил приостановку части мер и призвал коллег тщательно взвешивать каждое решение. Как и в прежние годы, сохранится компенсация за наем жилья специалистам учреждения образования и здравоохранения в Наринмаре и поселке Искателей. Предоставление первоначального взноса на ипотеку, единовременная выплата ко дню пожилого человека жителям округа старше 70 лет. Детские подарки ко дню знаний и Новому году. Кроме этого, сохранится бесплатная подписка на газету «Ниарейна Виндер» для ветеранов труда. Департамент образования, культуры и спорта предложил адресно компенсировать родителям расходы по оплате детского сада. Ранее компенсация предоставлялась всем в заявительном порядке. Обращается справка и по справкам вставление идет. Возвращение вот этой части они оплачивают за родительскую плату 1600 в городе и 735 на Заполярном районе, на селе. Если доход семьи не превышает однократную величину прожиточного минимума, то за первого ребенка возвращается 20% от этой платы, за второго 50% и за третьего и последующих 70%. Адресной в следующем году будет и социальная стипендия студентам. Право на государственную ежемесячную выплату получат те студенты, которые предоставят документы о материальном положении. Сумма социальной стипендии составляет полтора размера от академической. Учащийся может получать обе стипендии сразу. Напомню, на сегодняшний день в Ненецком округе действует около 140 мер соцподдержки населения. Это самое большое количество в Российской Федерации. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Власти Ненецкого округа прогнозируют рост валового регионального продукта на ближайшие три года. Объем ВРП является основным показателем, характеризующим развитие экономики субъекта. Ненецкий округ в течение ряда лет занимает лидирующую позицию по объему валового регионального продукта на душу населения. И власти округа прогнозируют его рост как минимум до 2019 года, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Экономика Ненецкого округа носит монопрофильный характер. Основной прирост валового регионального продукта обеспечивает добыча нефти. В условиях низких цен на углеводороды, снижении объема инвестиций в основной капитал, инфляции и спада потребительского спроса, динамика роста ВРП по отношению к предыдущему году замедлится, но сохранит свой положительный тренд. Так, по предварительным данным, объем произведенного ВРП автономного округа в 2015 году составит 198,4 миллиарда рублей, прирост сопоставимых ценок к уровню 14-го – 6,7%. Регнозируемое период динамика объема ВРП в сопоставимых ценах сохранит свой положительный тренд. При этом прирост валового объема будет увеличиваться в среднем около 5% в год. По словам Татьяны Лагвиненко, планируется наращивание добычи на месторождении имени Трэпса, ввод в промышленную эксплуатацию месторождений имени Титова и некоторых других месторождений. Это приведет к незначительному приросту объемов добычи нефтепродуктов на 3-6% по сравнению с предыдущим периодом. Так, в текущем году объем добычи составит 16 миллионов тонн, в 2017-2019 годах – 18 миллионов тонн. Кроме того, прогнозируется незначительный рост численности занятых в экономике региона до 33,5 тысяч человек. Он обусловлен реализацией имеющихся инвестиционных проектов по геологическому изучению недр, разведке, обустройству и добыче углеводородного сырья. Для снижения уровня безработицы в округе планируется учесть опыт других регионов в сфере подготовки кадров для работы на территории субъекта. Впрочем, эта работа проводится уже сейчас. Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Нейнского округа Игорь Кошин. Ну и ту работу, которую мы сейчас проводим, пытаясь не просто получить рабочие места и вакансии у компаний-недропользователей, а еще и готовить наших уже ребят, чтобы изначально, после окончания ПТУ, они уже выходили работать в тундру, пройдя определенную практику. И хочу сказать, что с двумя компаниями у нас уже соглашения подписаны. Двигаемся дальше в этом направлении. Потому что у нас получается, мы имеем огромные инвестиции в территорию округа, но ни компании, зарегистрированные на территории округа, ни наши местные структуры, ни жители округа практически не работают ни в нефтянке, ни в компаниях, которые являются подрядчиками, субподрядчиками этих компаний-недропользователей. Кроме того, в регионе принимаются меры по развитию малого и среднего предпринимательства с созданием дополнительных рабочих мест на селе. Напомню, все эти данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития Ненецкого округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Его одобрили на заседании администрации округа. Доступ предпринимателей к различным бизнес-услугам стал проще благодаря созданию новой структуры. В Наринмаре состоялось официальное открытие Центра развития бизнеса. В него вошли успешно действующий фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий, Ненецкая литинговая компания и совершенно беспрецедентный для нашего региона бизнес-инкубатор. На новоселье пригласили и нашу съемочную группу. Все механизмы поддержки, как опытных, так и начинающих предпринимателей, объединили под одной крышей. Так станет проще, удобнее и доступнее, уверены в Центре развития бизнеса. Кроме знакомых каждому бизнесмену Фонда поддержки предпринимательства и Ненецкой литинговой компании, в Центре разместился бизнес-инкубатор. 14 кабинетов, в общей сложности 30 офисных рабочих мест оснащены мебелью и точками доступа к интернету и телефонии. О занятиях смогут начинающие предприниматели. Условия аренды льготные. Задача бизнес-инкубатора – помочь предпринимателю на начальном этапе развития. Кто займет завидные площади, решит специальная комиссия. Учитываться будет качество проработки проекта, окупаемость проекта. То есть предприниматель должен доказать, чем ему льготная аренда и нахождение здесь поможет встать на ноги. В Центре развития бизнеса уже начали принимать заявки от желающих заселиться в бизнес-инкубатор. Дата новоселья предварительно намечена на конец ноября. Кроме льготных условий аренды, начинающие предприниматели получат уникальную возможность иметь рядом надежное плечо в виде сотрудников Фонда поддержки предпринимательства. Специалисты окажут любую информационно-консультационную помощь. Возможности новой структуры для поддержки бизнеса на месте оценил глава региона. Есть две вещи, которые обязаны делать государство. Первое, ни в коем случае не конкурировать с бизнесом, особенно с малым бизнесом, в сфере предоставления услуг и создания продуктов. И второе, это создавать возможности для развития предпринимательства и для развития бизнеса, в том числе и малого. И мы за два года проделали, я считаю, определенный путь, который вылился в создание бизнес-инкубатора на территории Минско-автономного округа. И нам удалось все услуги и все возможности, которые предоставляет округ, сегодня соединить в одном месте. По словам вице-губернатора Татьяны Лагвиненко, Центр развития бизнеса, в частности, бизнес-инкубатор – уникальный для округа проект. Предприниматель, зайдя в одну дверь, как это сейчас называется, в одно окно, может получить по выбору любую услугу, которую сейчас предлагает государство. Поэтому мы надеемся, что у нас и сейчас много предпринимателей, которые приходят, но поток будет расти. И главная задача – это увеличить долю внутреннего вала оригинального продукта, который падает на наш, так сказать, бизнес без нефтедобычи. По словам генерального директора технопарка «Сколково» Рената Батырова, на территории России насчитывается более ста технопарков. В частности, они действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской и Свердловской областях. К сравнению, в соседней Архангельской области они не созданы. Однако там прорабатывают идею создания детского арктического технопарка, который объединит учреждения дополнительного образования и несколько профильных техникумов по морю. А пока начинающих предпринимателей Ненинского округа ждут в Центре развития бизнеса. Он расположился по адресу улица Ненинская, дом 3. На этом всё. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на самых основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте. До встречи через неделю.